Там же его Ярик собирается по спорту прогнать. Конечно. Можно, нельзя. Мы в музее все посмотрим, что с ним, как с ним, что с печенкой. Так. У меня в последнее время в бестерграмм проходят 50-летние родители. Нормально. Так это себя в зеркало видел. Ты каких хотел. По результатам вот этой вот вашей медицины, ты счастливчик у нас, да? Да. У тебя фиброз ноль получается. Да, у гражданина плохо. А у тебя, братуха, покажи. У тебя все хуево, да? Плохо. Ну ладно. Вот так сейчас будешь и раз. Ну что ты, сука, а? Многие знают, что вот хотел насчет чего поговорить. Многие начинают вот там, ну не только хейтеры, в принципе, здравые комментарии. Вот что вы будете делать, если вдруг у человека там после длительного употребления наркотиков какая-то там жесткая абстененция, либо плохо ему станет? Вы же не специализированное учреждение медицинское. Согласен, мы не медицинское учреждение. Ну что в этих случаях, вот если там... У нас есть договоренность со специализированным медицинским... Договоренность или договор? Договор. Ага. Официальный, да? Официальный, с печатями, все полностью. Вот. Если человеку плохо, мы обращаемся в официальное медицинское учреждение. То есть ребята сейчас себя чувствуют не очень, то есть мы их повезем. А мы сможем сейчас продемонстрировать? Да, конечно. Допустим, вот вам жестко куёво хоть. Не точно. Да? Сейчас куевато хероватся, да? Ну по тебе видно, не очень. Мопс лишь бы что-нибудь употребить внутрь, да? Так нормально будет, по-любому что-то почистишь. Ну а что в этом учреждении, допустим, сможем мы там еще обследовать его? Конечно, конечно. Там же ж его Ярик собирается по спорту прогнать. Конечно. Можно, нельзя. Все на Музе, все посмотрим, что с ним, как с ним, что с печенкой. Можно давать нагрузки, нельзя, анализы сделаешь. Ну да. Ну так что, тогда поехали. Поехали. Значит у нас наопропильный медицинский центр, который работает с 2015 года. По лицензии у нас 26 врачебных специальностей, то есть мы не являемся узкоспециализированным наркологическим учреждением. Но направление наркологии у нас развито очень хорошо, потому что и сам я являюсь психиатром-наркологом, и мои средние медработники тоже долгое время поработали в наркологических учреждениях. Потому подразделение наркологии у нас достаточно на высоком уровне находится. Кроме именно наркологических особенностей, у нас могут оказывать консультации и врачебную помощь специалисты еще по 24 врачебных специальностям. Включая гинекологию, ортопедию, терапию, даже косметологию, если кому-то интересно. Значит, если рассматривать наркологическое направление, то у нас консультируют специалисты-наркологи с высшими категориями, с опытом работы в стационарных подразделениях. У меня лично 6 лет работы в стационаре. Здесь, на наших площадях, мы можем оказывать человеку помощь медикаментозную, можем проводить дезинфекционную терапию в режиме дневного стационара. И также у нас достаточно хорошая диагностическая база. То есть мы можем проводить лабораторные обследования по самым различным направлениям медицинским. И, в частности, у нас хорошо выражена диагностическая база по гипотологии. То есть у нас присутствует аппарат Фиброскан, производство Франции. Это один из 8 аппаратов такого класса на Украине. У нас присутствует УЗИ экспертного класса, который позволяет делать как эластографию двух видов, так и стеатометрию, то есть степень жирового перерождения печени. У нас консультируют инфекционисты, консультируют гастроэнтерологи, гипотологи, сотрудники кафедры. То есть уровень подготовки наших консультантов очень высокий. То есть по наркологическому направлению мы закрываем не только узко наркологию, но и все сопутствующие патологии, которые вокруг наркологии могут так или иначе проявляться. А у вас подписан договор с реабилитационным центром? Подписан договор, мы дали согласие на участие в программе социальной, которую развивает реабилитационный центр. Перезагрузка, да? Да, перезагрузка. И нам эта программа интересна, мы в ней участвуем. Спасибо большое за комментарий. Пожалуйста. Это фиброскант, короче. Показываем, он лежит, ему печень раз, там все как бы, ну, узи, фиброскантом, все такие вот моменты. То есть то, что мы как бы можем предоставить пациенту. Короче, если человек умерется неплохо, через пять минут он тут, да? Совершенно верно. Ну, какие процедуры проводят? Ну, опять же. Вот сейчас можно нам ей провести. Ну, ничего, есть. Посмотрим, что с печенью. Вас так трусит, вас. Да. Значит, все будем делать. Вот врачи, которые окажут медицинскую помощь профессиональную. Что сначала делаем? Фиброскант делаем или сразу помощь? Что обычно делается? Капельницу два сначала. Да? Капельницу. И побольше. Сразу побольше. Побольше. С одной капельницы ширка, а с другой деми другого. Ну, потом уже пустя капельницы как проверяют уже там. Ну, венки есть какие-то? Не, мы. Не? Ну, я думаю, специалисты. Да, хуй, пиздец. Так, не ругайся. Давай, вы будете лично. Ты в проречном заведении мог стоять. Смотри, смотри, что еще. Пошли туда. Так, идем, идем, будем помощь оказывать. Так, что трусит, что, кумары, да? Ну, под кумару. Ну, убывали, конечно. О, тут порядочно. Ну, занятие. А тебе пончик возьму и буду есть. И на инстаграме? Да. Так, давай. Развиваться мне? Ну, конечно же. Ты дома в кроссовках на кровать ложишься. Нет, ты что? Ну. Настя заперлся. Надо снимать футболку, не надо. Да, ну, зачем они? Нет, вот, смотри. Вот только сюда. Сюда мне, конечно. Так, наверное, тогда так ему надо развернуться, да? И есть на ноги хорошая. Который смотрит уже. Вот тут уже не заслаживание. Вот, если брать аппарат. Не, он знает, они сюжетные. Может, не мак, посажи? Который смотрит? Еще пак. Пак, да. Не, не, в пак капельницу он... Ну, а кто в пак вообще капельницу ставит? Ну, капельницу еще развернулся. Ну, вот, смотри, на ноги я был. Да, ага. Слышишь, и что тебе уже, бойцы, не хуёно? Не, не ругайся, я тебе говорю. Тебе неплохо еще? У меня такое впечатление, что только пришла эта тетка, Куман. Тетка, Куман. Отвечаю. Особенно, когда видишь больничку, сразу так начинают подхаривать, аж прямо, знаешь, как вкус и бозона чувствуется. Нет, ну, шучу, немало поясниц, лопаты, мак, и вечером. Ты на чем был? На солях? Нет, в последнее время терапия. А, ну, методол, правильно? Ну, какая терапия? Ну, это тот же самый методол. Топетка? Ну, от него нормально выворачиваться. Конечно, такая синтетика. Ну, от Субитекс, Бупринорфин, это же одно и то же, правильно? Ну, так смотря, сколько ты его где-нибудь жрал. По восьмерке. По восьмерке? Ну, тоже прилично. Да. Ты сколько, вот уже вообще не употреблял, я имею ввиду вот этой гадости? Где-то с 2006-2005 год. Ну, отнимание, мне такие не приходят какие-то ностальгии, там, знаешь, где-то мысли. Если сидеть гонять тягу, целый день, ну, конечно, придет. Ну, ты ж меняешь окружение. Ну, опять же, вот ты сейчас разговариваешь про это, вспоминаешь. Нет, ну такого, чтобы сильно ты не делаешь. Уже давно это все, как бы в прошлом. Но первые годы, скажу, да, первые годы тяжеловаты. Вот надо опасаться вот эту остеревацию. Слышь, ну, это надо понимать, что один раз ты, если сорвешь это все, пойдет по наклону. Конечно, конечно. Для этого нужно целый комплекс мер принимать. Теперь поменяешь окружение, поменяешь... Окружение – это первое. Первое, первейшее. Менять надо окружение. Желательно вообще переехать на другой район, в другой город вообще, заняться чем-то новым. То есть это только новая жизнь с нового листа, чтобы тебе ничего не напоминало. Знаешь, у большинства наркоманов иллюзия. Вы нам детокс будете делать? Будем. Капельницы будете ставить? Это родители спрашивают. Капельницы будете ставить? Я говорю, а зачем ему капельницы? Крову почистить. От чего? От наркотика. Я говорю, вы понимаете, что у наркотика, который попадает в организм, у него есть период полураспада. Пройдет неделя, этого наркотика не будет. Потому что плохо их становится, потому что наркотика нет. А организм еще не выделяет свой собственный. Совершенно верно. Я тебе хочу сказать, я не знаю, у тебя вот попадаешь, сколько бы ты не употреблял, тебя сразу перестает кумарит. Потому что ты не ждешь, ты знаешь, что ниоткуда. Правильно, потому что ты отпускаешь, отпускаешь ситуацию. Вот мы только что с Димоном стояли, об этом говорили. Я говорю, Димон, вот ты пойми, что здесь твоя конечная. Все. Вот прими это, что тут конечная. Все. Ты либо выходишь другим человеком отсюда, но именно у этого Димона, который сейчас есть, тут конечная. Либо Димон выходит и умирает. И все. Третьего пути нету. Вот когда ты отпускаешь эту ситуацию, ты понимаешь, что все, ты должен быть здесь, больше ничего нету. Вот тогда начинается выздоровление, и даже не кумарит. Проходит кумар, и все проходит. Есть же такая фишка, называется эффект плацебо. Когда человек, пустышка, даже вот он принимает какую-то таблетку, пустышка, и он себе внушает, что ему не нравится. А есть еще эффект ноцебо, когда человек себе что-то плохое внушает. Например, как с кумаром. Ой, мне сейчас плохо. Вообще так плохо. Или давление сердца там скачет, да? Да, да, оно так установится. И действительно плохо становится, да. Мнение, это страшная штука. Что, мнение, да? Накрутка, короче, называется. Накрутка простонародья. Да, простонародья, да. Так. Мне в последнее время быстро грамм приходят 50-летние раздетые женщины. Нормально. Так ты себя в зеркало видел? Ты каких этих? Там еще молодухи к тебе заходят. Ну посмотри, ну ты что? Нормально. Прячь мои глаза. Нормально. Разве что? А что пиздец? Какие 50? Есть 16, дебил. Она просто много курит. И кушает нормально. А что тебе капают, скажи? Это фиброскан, да, называется? Ну да. Это печень конкретно, да, проверял? Только печень, только на фиброскан. Ложится ли? Оно показывает те моменты, которые УЗИ не покажет, да? Да. Так, фамилия. Ну показывает состояние паренхемы печени и работает автоматически, то есть показывает степень скелерозирования тела печени. Это степень, это датчик. Все нормально. Несколько, там, ограниченные изменения. Ну, все нормально. Печень более-менее, да? Да, еще здоровая. Здоровая, да? То есть физические фиброза нет. Физические нагрузки можно, да? Нет. Именно фиброза у него нет. Не, я понимаю, для чего это дело? Ну, может спортом заниматься более-менее? Это уже, я даю заключение, гипотолог там терапевт уже дает. А вот это тут что делают? А тут уже узи идет. А мне не будут? Да зачем, если у тебя сделали фиброза? Сказали, парень. 6,6. 6,6? Да. Это хорошо, да? Странно. Ну, нормальная печень. У нас признаков цирроза нет. Ну, так мне еще до 86 долго жить, понятно? 40 лет. А, еще росты. 6,6 это как у нормального человека? Да? Да. Что ты скажешь по этому поводу? Нормально. Судя по-бедому счастливым. Судя по-бедому счастливым. Так и били ж нормально. Не, это мы заметили. Это пяточник. Мне же еще надо 40 лет прожить. С потомком, да? Да. Какой руку вам надо? Какой? Драбый? А. А, попались только? Ну, да. Тебе ж не спернили. Экспресс-тест в классе. Так, а кто тебе вообще говорил, что у тебя гипотез С в этом? В Житомире? А, там где туберкулез? Да, там где туберкулез, витчуха, вот это все. Это квадратноголовый, кстати, да? Выявил? Вот квадрат... После дружбы с квадрат... Обговорили, что будем покупать аппаратуру... Это все, все. Меня сразу вызвали... Это бы... Сдавать на гипотею... Потом на это... Гипотею? Ни тубика не мало, видишь? А эта мразь меня 3 месяца кормила этими таблетками. Еще приезжал и контролирую. Да ты шо? Отвечаюсь, просил мамки у Насти. Чтоб ты жал контролировал? Да... И Насте говорил, ты смотри над ними... Спросил снимать... Он спросил у Насти, поговори, если не веришь. Такая гадила... Чтоб я сдох. Что? Что? Да вот... По результатам вот этой вот вашей медицины... Ты еще сливчик у нас, да? Да. У тебя фиброз 0 получается. Да. У гражданина плохо. А у тебя, братуха, покажи. У тебя все хуево, да? Плохо. Фиброз F4. Фиброз F4. А у меня колик. Значит... Вот что значит заместительная терапия, бупринорфинчик. Вот химия. Будем лечить, значит, тебя. Амок с паскудой всю жизнь с Ширкой прокололся, да? Ты нормально очевидь. Это не значит, что давайте колитесь Ширкой? Не-не. Не значит. Наоборот, вы шо гоните? Берегите свое здоровье. Только после сорока начинаю понимать. Ёбаная. А что с ним будете делать? Вот яркий пример нашей современной молодежи, до чего доводятся эстетические наркотики. У него ситуация гораздо сложнее. И теперь жесткие физические нагрузки. Сейчас будем его в ближайшее время лечить, обследовать. Но это не значит, что стоит опускать руки. Все равно надо бороться. Несмотря на то, что у человека тяжелая ситуация сейчас по здоровью, мы сейчас его обследуем. А где вы дальше его будете обследовать? Есть у нас договор с институтом Громашевского. Дальше будут заниматься специалисты оттуда. Еще будут дополнительные обследования, анализы. Ну а дальше будут ставить на терапию. С Харива сняла тебе? С Харива? Честно, не вру тебе. Вот сейчас сняла, мне сейчас охуенно. Я даже спину и ноги не вру. Ну все, ништяк. Поехали в центр. Да, малой, с печенью у тебя, блядь, конечно, блядь. Пиздец, да? Да, Ось, я сам охуенно. А ты, сучка, да? А что он не видел? Я же говорил, что я здоровый, что был. 86 лет. Ладно, пошли в центр. Погнали. Иди, что я вот так эту печень прохуярил. А сколько ты прокололся черным? Три года ты ходишь, да? Нет. Больше? Ну тебе 27 лет сейчас. Ну да, на сегодня 18. Ну да, но теперь физическую нагрузку ему нельзя, да, наверное? Ну пока нет. Пока что нельзя, но все. Ну а что вы будете с ним делать сейчас? Мы сейчас будем его проверять, да, обследовать. Установим какой у него конкретно гепатит. Установим какой генотип. Пропишут врачи, серьезные, профессионалы, все как надо. Лечение пропишут. Сейчас поддерживающую какую-то. Займемся сейчас им комплексно. Посмотрим, что там происходит полностью. И будешь заниматься, будешь жить как полноценный мальчик. Короче, пока спарринг-партнер Мопса он... Спарринг-партнер отпадает сразу. Пока что, блядь, никаких спаррингов. Потому что Мопс это опасный, опасный шаолинец. Товарищ Мопс, что ты готов заниматься спаррингом? Да, да. Ну как тебе легче после больнички? Блин, ненормально. Отвечай, попустила вся хуйня. Да? Это иглотерапия. Не иглотерапия. Он что-то бы... Мне морозило. Сейчас не морозит. Сейчас мне нормально. Я буду заниматься. Нормальное настроение. Да? Успокойся. Ну, утром. Видишь, какой я был? У меня слабый мужчина. У меня, кстати, не охуенно. Скажу для наших зрителей. У нас договор с институтом Громашевского. Лечить мы будем бесплатно. Терапия будет назначена бесплатно. То есть входит во все эти? Все входит, да. Препараты дорогостоящие. Они реально дорогостоящие. Ты их будешь получать. Наши пациенты их получают бесплатно. И главное, не загоняйся морально. Потому что как яхту назовешь, так она и поплывет. Все-таки мнение это дохуя, да? Да, конечно, да. Слово очень много, знаешь. Так, ну что, давай. А я буду жить. Давай мразь на турнир. У нас тонул? Давай. Уже сейчас будет? А вот так снимаешь ее, бам. Да я знаю. Все. Сильно наплываешь. Все, побежи. Надо сначала правильно сделать упражнение. Смотри, я всегда начинаю тренировки с пресса. Вот уже 10 лет начинаю с пресса. Во-первых, это разогревает хорошо. Во-вторых, это такое упражнение, которое надо. Мапсяра, пресс. Скакалочку не хочешь? Скакалочку не хочешь? Скакалочку не хочешь? Скакалочку не хочешь. Пресс? Сколько хочешь? Пресс. Давай три подхода по пятнашечке, да? Да. О, пресс. Походи, походи. Между подходами всегда ходи, чтобы кровь обращалась кислородом. Можно лесенку ему. Лесенка рано пока. Не надо, не надо никаких лесенок. Дело в том, что когда начинаешь заниматься, очень важно не переборщить. Очень важно. Вот самое важное, не переборщить. Даже если ты сейчас в треть силы будешь делать все упражнения, поверь, организм поймет, и крепатура будет, и тебя потом довольны. Даже можно не сомневаться. Главное не садись, Мокси. Тигр, тигр, посмотри. Пока не тигр. Сильно не пухарись, сильно не пухарись. Кошак, облезлась. Тигр. Нижний прессик, чтобы брюхо не висило. Смотри, красавчик. Пять раз хотя бы. Не спеши, не спеши. Медленно надо выполнять. Все упражнения. Все, заскать сейчас, отдохни. Еще, еще два подхода. Некое подобие зала. Ну, подожди, еще. Не, ну это его же он уже делается, правильно. Турник. Турник надо повесить. Турник. Все сделаем. Это в процессе. В процессе. В процессе. Все, есть железо, вон все стоит уже. То есть, для того, чтобы минимально заниматься, все условия, даже максимально. Для того, чтобы все прокачать, даже этого не надо. Алкашей, нормах и что тут? Ну, есть. Ну, больше нарек? Ну, конечно. Хвари, похвари. Алкаши трудолюбивые, да? Ну, что, давай еще покориться. Не? Мобз говорит, алкаши трудолюбивые. Да, конечно. Другая. Они просто скромничают очень сильно. У них богатый потенциал, да? Да. У любого человека богатый потенциал. А алкаша тем более, да? А алкаша он просто сильно нравится. А в алкашах худо душа, да? Я вам скажу, я видел этих алкаша, они за рюмку. Такой исполняют, по полгектара земли разрывают. За рюмку какую-то проклятую. Ну вот, не переусердствуют, ну что завтра будешь. А ну, походи, подыши, а то еще крякнешь. Не, это не крякнет. Там анализы показали. Такие свои сверли не умирают, да? Живучая мразь, да? Я говорю, она, сука, еще нахуй. Еще лопатой хуй добивать придется. Нормально. Сейчас вот эти ямки попропадают. Будут нормально. Я сейчас тоже шейки куплю. Ямочки, да? Ну да, буду уже... Какие ямки? Вот эти. Ну пиздец. Они тебя напрягают, да? Хватит кто-то заключить. Ну ты их хуй вырвешь. Ну нахуй. Вот так сейчас вырвешь и раз. Ну что ты, сука, а? С зубами за ухо, нахуй. А мне уже страшно, когда он так делает. Ему там, блядь, этот доктор в капельницу ничего не подмешил. Я хрен его знаю. Смотри, переходим сейчас. Есть такое упражнение. Приседания со штангами. Скажу сразу. Ноги надо делать по-любому. Открой маленький секрет. Все мышцы растут на ногах. Будешь ноги игнорировать, ни хуя не отвечаешь. Даже если накачать, что ненадолго. А жар тут стопки нет. Репела. Репела. Да нет, репела у меня в эту... Думаю, они меня съедят. Стринги? Нет. Смотри, какие. Ого! Нихуя себе. Ёбану, брат. У меня камера чуть с рук выпала. У тебя именно в духе времени, да? Ёбану. У меня камера с рук выпала. Отвечаю. Вот все ожидал увидеть. Даже стринги. Но такого. Многие на ширине плеч просто. Важно, чтобы спина была прямая. Вот прямая. Понял? Прогнул спину, приседаешь. Приседаешь полностью. Понял? И встаешь. И все. Понял? Да. Но главное, чтобы была прямая спина. Сделай сейчас, допустим, по шесть раз еще два подхода. Хорошо. И нормально. Ну или три. Давай три. По шесть раз. Это немного. Три подхода еще по шесть раз. Давай. Ниже. Присаживайся. И не спеши, не спеши. Медленно давай. Давай. Не спеши, не спеши. Давай, давай, давай. Тяжковато, да? Тяжковато, да? Тяжковато, видишь? Это шесть раз не занимался. А говорят купаться, да? Вода холодная. Да. Ну это профессиональный гриф. 20 килограмм, да? Да. Да. Алипийский. Чисто без веса. Просто нужно, чтобы у тебя моторика, упражнения записалось в башке. Просто поделай. В дальнейшем мы будем вот так проводить тренировку ног. Приседания, вот это. Потом еще пару упражнений сейчас подхожу. Залучивайте упражнения, чтобы до автоматизма они у тебя отработались. Помедленнее, помедленнее. Не бросай. Ну вот допустим здесь, смотри. Надо делать игры. Можно здесь вот. Вот смотри. Когда нету специального станка, но здесь его пока нету. Для игр. Я делаю вот так. Становлюсь, понял? Пяточки провисают. Понял? И начинаешь вот так. Раз. Поднимаешься. Видишь, мышца работает. Андрей, вниз туда. На ритм. Вот смотри, видишь? На ритм. Опа. Вот так, понял? Потом, когда мало, на одной ножке. Понял? Раз. Раз. Два. Поднимайся. А сколько ты этого делал? Ну, делай по 12 раз. Пока. Глубже, глубже. Выше поднимайся. Выше поднимайся. Выше поднимайся. Выше, выше. О, блин. Тяжковато, да? Пиздец. Ладно, ты на это упражнение еще не заточен у нас. Ну, давай. По семь раз. Сюда два подхода. И сюда вот. Я сейчас делаю сейчас. Смотри, самое главное, сильно много ты не делай. Потому что, если сейчас будешь сильно много делать, сколько ты можешь, у тебя организм израсходует резервную энергию вот эту, понял? Она уйдет на восстановление. И ты потом не сможешь даже заниматься. Тебе сейчас нужно процентов 50. Больше нагрузочку не давать. Не выжимай из себя себя. Я специально, чтоб с тобой. Говори, что я буду делать. Главное, чтоб заниматься. Чтоб пошло, блин. Хорош, хороший, подряд. Все, давай еще тут разок. И все. И полетели. На сегодня хватит. Это удобный урок. Будем все упражнения по чуть-чуть делать. Так сильно не будем заниматься. Город огней и ветров. Посмотрю на этот мир. Другими глазами. Другими глазами. Благодарим всевышнему, что если дети. Городами, поездами. Своей заей. Море, город Херсон. Городами, поездами. Попробуй. 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 Поезда.